Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, присоединяется к нашему эфиру. Александр, рады приветствовать вас на Freedom. Доброе утро, приветствую. Вы знаете, Александр, вот отметил в материалах, посвященных разрешению Соединенных Штатов бить по территории России, как раз такой момент, хотелось бы ваше мнение по этому поводу услышать, что своим добром на удары по территории России в регионах, прилегающих к Карьковской области, Соединенные Штаты хотят создать некую систему сдерживания, чтобы не допустить эскалации конфликта. То есть, иными словами, как я правильно, как я понял, и скажите, правильно ли я понял, если подобное вторжение будет где-то с другого участка границы, подобное разрешение Соединенные Штаты дадут и на этом участке. То есть, тем самым, сдерживая Россию от возможных наступлений или возможных пересечений украинской границы в других местах. Как вы считаете? Ну, в принципе, можно сказать, что Россия осуществила пересечение украинской границы практически во всех местах. По состоянию на сейчас у нас даже Сумская область, где действует ДРГ, и даже Черниговская, где порой действует ДРГ, поэтому у нас практически не осталось участков, с которых бы Россия не осуществляла вторжение в Украину, так или иначе. Поэтому, собственно говоря, если мы говорим о сдерживании, то действительно механизм должен распространяться таким образом, что мы должны получить инструменты этого сдерживания. Но это на будущее. Когда мы говорим уже на поствоенные урегулирования и обеспечение безопасности Украины, тогда необходимо поднимать вопрос о силах неядерного сдерживания. Такие есть. И такая классификация согласна и стандартов НАТО, и наших стандартов существует. Что имеется в виду? Предоставление средств поражения, в том числе и ракет баллистических, средней дальности, 500-700 километров. Вот, собственно говоря, это инструмент довольно-таки эффективной сил неядерного сдерживания. Я убежден, что и Украина над этим будет работать, и партнеры тоже. Что касается данного решения, я думаю, что логика в том, чтобы, если мы говорим чисто с военной точки зрения, компоненты, то, понятно, логика в том, чтобы Россия не растягивала наши силы, не пробовала размотать, что называется, украинские резервы, растянуть нашу линию обороны, создавая дополнительные очаги напряжения, то есть наступая по тем направлениям, по которым, скажем, они не наступали с момента 2022 года. Ну, собственно говоря, сейчас мы видим Харьковское направление и Сумская область под угрозой. Вот для того, чтобы не дать расползаться далее фактически линии фронта и линии даже боевого столкновения, вот непосредственно нас партнеры поддерживают. Помимо этого, я думаю, что это очень четкий сигнал Кремлю, потому что российская военная машина вообще уже обнаглела, они уже начали строить там временные пункты дислокации в 10 километрах возле украинских границ. Поэтому очевидно, что поэтому надо наносить удары, я думаю, что это дело ближайших часов и дней, когда украинские силы обрушат всю мощь сейчас, что им позволено как раз западными партнерами на войска, вооружение и склады российских войск, которые находятся в Белгородской, но и, думаю, в Курской областях также. И для того, чтобы очистить эту полосу, создать что-то сродни, попытаться создать демилитаризированной зоны с той стороны, со стороны. Ну, то есть, вот тут Россия должна понимать, что Путин достаточно часто, вот он выходит и делает какие-то заявления. Вот говорит, мы будем создавать какую-то санитарную зону в Украине или там буферную. Но так он должен понимать, что любые попытки России действовать в рамках эскалации и агрессии, они будут натыкаться на такой отпор и противодействие, что ему придется пожинать плоды его действий, и на территории России будут создаваться такие зоны. Поэтому, я думаю, что логика как раз в том, сейчас, чтобы не дать распространяться далее российской агрессии, российским войскам, иметь возможность вести наступательные действия, иметь возможность фактически сейчас у наших границ создавать группировку количеством 50 тысяч военнослужащих, которые должны вести боевые действия активные в Харьковской и Сумской областях, создать серьезные проблемы для российских войск в логистике и, что самое главное, отбросить сейчас российские войска от границ с Украиной на расстояние, которое будет усложнять для них логистику и, скажем, которое будет разрушать или кардинально изменять те первоначальные планы, которые были у российского командования, исходя из того, что они располагались там в 10-15 километрах у границ с Украиной. Помимо этого, мне кажется, что это достаточно серьезный, символический сигнал, очень мощный, о том, что США и Запад готовы к стиранию очередных красных линий, которые были раньше, они готовы идти дальше, несмотря на осторожные подходы даже те, которые сохраняются и сейчас, но они готовы идти дальше и посылают соответствующий сигнал Кремлю, который, естественно, им очень не нравится, о котором они там сейчас будут говорить, разбирать на всех ток-шоу пропагандистских и так далее, но Запад тут проявил решительность. И я думаю, что возможность нанесения этих ударов, она, вы знаете, как стратегия малых шагов. То есть сейчас мы видим один тип или там несколько типов вооружений на такую дальность, там до 100 километров. Далее не исключено, что, во-первых, это будет распространяться и дальше, например, на Ростовскую область, это решение. Потом и другие виды вооружений. И так постепенно, шаг за шагом, мы придем к тому, что у Украины появится возможность фактически брать под огневой контроль военные объекты и территории, которые находятся в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях. И российские войска не смогут, например, подтягивать артиллерию, как они делают, обстреливая Сумскую область, подтягивая там 5-10 километров, иногда даже минометами обстреливая украинские села и города, которые находятся у границ с Россией. Но этого больше не будет. Спасибо вам, Александр, за участие в нашем эфире. Обязательно увидимся. Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правых исследований, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Субтитры создавал DimaTorzok